Приветствую всех, с вами Базилио. Сегодня четверг или пятница, и я отвечаю на ваш вопрос. Вопрос номер один. Для натурально сушащегося к лету, в преддверии лета, атлета, если вы тренируетесь натурально, без различной химии, если вы не конченый химозник, какова должна быть скорость потери массы, общей массы тела, для того, чтобы не посыпаться? О чем мы говорили в прошлый раз, когда, говорит, спортсмен посыпался, это означает, что он потерял с трудом нажитые мышцы. То есть, если очень быстро худеть, то человек сыпется. Если очень медленно худеть, то, может быть, он не посыпется. И второй вопрос. Что делать, если был пропуск пищи? Надо ли это все восполнять или лучше оставить так при дробном питании? Начну я, на самом деле, со второго вопроса, потому что на него ответ однозначный. Поскольку питание у нас с вами – это 75% успеха, таких вещей, как пропуск питания, не должно быть вообще. Вот уже в следующий понедельник, если он сейчас не вышел, если он вышел, вот здесь он уже сейчас приклеен аннотацией ролик, по поводу того, каким образом можно организовать питание абсолютно везде, в абсолютно любых условиях. Я не верю ни секунды, что существуют условия работы, что существуют какие-то бизнес-процессы, если вы не хирург, у которого 12 часов идет операция, да, ему нельзя оторваться никак, при которых можно себе позволить пропустить пищу. То есть, если вы хотите получить результат, и 75% результата – это питание, пропуска в пище, повторю, не должно никак. Это железно. То есть, вы можете уйти, не почистив зубы утром, но уйти, не поев, лучше сразу перестанете заниматься ерундой, как бы жирейте, идите в Макдональдс. Если же все-таки случилось такое, что вы пропустили пищу, то вариантов ответа два. В зависимости от того, какая стадия у вас находится. То есть, либо вы находитесь в стадии набора массы, либо вы находитесь в стадии сушки или диеты к лету, нужно вписать. В том случае, если вы набираете массу, то вам надо, конечно, восполнить то, что вы пропустили, по одной простой причине. Суточный калораж должен быть с профицитом. Да, из-за того, что, скажем, возможно, вы съедите чуть больше, инсулин там скакнет чуть выше, там чуть больше уйдет жир. Но если это один раз, ничего страшного не произойдет. Гораздо хуже, если вы останетесь голодными. Вы запустите, скажем так, процесс катаболизма, и уж точно не наберете, скажем так, определенные какие-то там свои граммы мышечной массы. Ну, вот курочка-то по зернышку клюет, поэтому на самом деле тут пропустил, там пропустил, здесь накосящил, тут не выспался, тут перетренировался, там катаболизм славил. Вот и все. И результата уже и нет, по сути дела. Поэтому я еще раз повторяю. Весь ваш тренировочный процесс, неважно, профессиональный вы атлет, непрофессиональный вы атлет, если вы хотите получить результат, он должен у вас быть на уровне привычки. То есть на уровне привычки, когда не поесть это, ну, блин, ну как, ну как это без сигарет из дома для курильщиков выйти? То есть, блин, если я вышел, в первую очередь, да насрать на работу, на все что угодно, насрать, я иду за сигаретами. Вот точно так же у вас должен быть ответ. Вы не должны об этом думать, это должно быть внутри, под корки. Не выходить из дома без еды. Значит, если же вы пропустили прием в процессе сушки, то тогда добирать не надо. То есть пропустили, ну, блин, хреново, но пропустили. Потому что если вы доберете, вы чуть-чуть опять-таки повысите уровень инсулина, действие гормонов с липолитической способностью, оно будет ослаблено, и вы, наоборот, не досольете чего-то нужного. Поэтому в том случае, если вы пропускаете прием пищи, на сушке тогда, конечно, нет. Вот. И, в общем-то, плавно мы переходим к тому, что же делать натурально тренирующемуся атлету, почему везде, как мы вот видим на скриншуете вопросы, везде противоречивая информация по поводу того, что, значит, нам надо, какой скорость слива, скажем так, должна быть так, чтобы не посыпаться. Ребята, давайте по-быстрому разберемся в том вопросе, который, скажем так, регулирует вопрос сушки, там, ухода массы, ухода жира. Сушка невозможна без дефицита колоража. Раз. Как только у нас появляется дефицит колоража, непосредственно организм начинает вырабатывать дикое количество, относительно дикое количество, то есть какое-то количество гормонов с липолитической способностью, которые, к сожалению, являются гормонами со свойством катаболизма, которые разрушают. Притом разрушают они не обязательно вашу жировую ткань, они разрушают и мышечные волокна тоже. Так вот, однозначного ответа не существует. Потому что у всех спортсменов, у всех людей абсолютно, у всех, независимо от возраста, полу-генетической предрасположенности, генетики, которая от родителей пришла, да, у всех людей разный уровень при этом тестостерона, да, который, это гормон, который подавляет катаболические процессы для мышечных волокон и помогает удерживать мышечные волокна, да. Кто-то может себе, скажем так, настолько жестко зажестить с углеводами, что гормоны с липолитической способностью, катаболизм бешеный совершенно, но у него такой высокий уровень своего тестостерона, своего собственного тестостерона, да, что он вполне, скажем так, позволяет ему тренироваться через силу, но при этом удерживать свою мышечную массу от разрушения. Он хорошо сохнет и хорошо. А у кого-то чуть-чуть, буквально, голод, организм начинает впадать в стресс и всё, тестостерон на голодухе падает, скажем, свой уровень тестостерона очень маленький, но вот и поэтому человек начинает сыпаться моментально. Вот если у вас есть генетическая предрасположенность быть сухим, да, вы будете сухим. Если у вас её нету, ответа на вопрос, сколько надо сливать там в месяц или в неделю килограмм, чтобы не посыпаться, ответа на этот вопрос нет, потому что всё это очень индивидуально и зависит от уровня тестостерона, который есть у вас. Если у вас высокий уровень тестостерона на голодовке, да, на голодухе, ну вот, то есть организм не впадает в стресс, не роняет, скажем так, тесто при этом и позволяет вам тренироваться, то вы удержите эту мышечную массу. Если у вас он низкий, что бы вы ни делали, как бы вы ни пытались, вы посыпетесь. И сделать с этим ничего нельзя. Именно поэтому вот сушка, именно не диета к лету, а сушка, ну она в натураху, она сугубо индивидуальна. То есть надо самому смотреть, самому отслеживать. Для кого-то это 200 грамм в неделю, для кого-то полкило. Кто-то спокойно сливает неделю 3-4 килограмма и не сыпется. А кто-то вот 200 грамм в неделю сливается, всё, сыпется, а жир остаётся. Вот спасибо большое родителям за такую генетику. Чуть что, тестостерон падает, скажем так, мясо падает и всё. Ну вот, именно для этого нужен хороший, я повторяю, хороший тренер, который будет на сушке натурального спортсмена отслеживать это понедельно. То есть и смотреть, чтобы вы не посыпались. Он должен за вами следить, если он у вас есть. Это два. И третье, скажем так, это та же самая. Вот то, о чём мы сейчас с вами говорим, это одна из причин, по которой я не рекомендую для начинающих начинать с покупки абонемента в зал. Потому что, если у вас есть излишняя жировая ткань, то есть если у вас лишний вес за счёт жира, это практически 99% посетителей спортзала. Сухие, тонкие, то есть тех, кого называют дрыщами, они приходят крайне редко. Как правило, уже приходят люди, скажем, с какой-то степенью лишней жировой ткани. И вот он приходит в зал, он начинает качаться, вместо того, чтобы сначала привести массу тела, индекс массы тела к приемлемому уровню, он начинает качаться, с профицитом калорий есть, набирать, скажем так, мясо при этом набирать жир, притом жира набирать больше, потому что у него уже был запас. А у жира есть такая особенность, чем больше у вас лишнего жира, тем больше его прилипает. После этого он мечтает о том, что натурально высушится сейчас и будет такой же рельефный, классный, как филхит и так далее, а тут опаньки, а не выйдет. Потому что сначала надо было сливать, скажем так, жир, плюс какую-то мышечную ткань, поскольку вы не тренировались, у вас не было ее гипертрофировано, вам и сыпаться-то нечего. Было я это еще раз повторяю. А теперь уже все, у вас есть гипертрофированная мышечная масса, вы начали сушиться, а в первую очередь у нас все зависит от того, как повезет. И скорее всего, скорее всего, если вы пришли в спортивный зал с уже проблемой, скажем так, с лишним весом, скорее всего, ничего хорошего не будет. В первую очередь вы потеряете мышечную массу, потом будете сушиться. Но, конечно, в отделе продаж фитнес-центра вам никто никогда этого не скажет. Так что вот так. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы на сайте freshlife28.ru. Жду вас там. На понедельник два раза, три раза в неделю выходят мои ролики. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Базилио и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok